Закрыт по техническим причинам. Такая надпись на дверях арены повергла в шок Лидию Кузьменко. Сюда отдохнуть с детьми она ходит регулярно и была на 100% уверена, что в случае ЧП сможет без труда выбраться из здания. Мы немного разочарованы, потому что хотели посетить с детьми катактный зоопарк, погулять там, детскую игровую комнату тоже посетить. В детской игровой, да и во всем здании оказалось небезопасно. Прокуратура выявила массу нарушений. Неисправная система пожаротушения, дымоудаления и блокировка эвакуационных выходов. В результате по решению суда торгово-развлекательный комплекс временно закрыли. Судебные приставы приехали утром 5 мая и опечатали здание одного из крупнейших торгово-развлекательных центров города. Многие арендаторы, сотрудники магазина о закрытии ничего не знали. Им пришлось быстро собрать вещи и покинуть здание ТРЦ. В считанные минуты сотни человек остались без работы. Сейчас сотрудники арены ждут решения суда и надеются вернуться туда в ближайшее время. Кстати, внезапно, меньше двух недель назад, опечатали торговые центры района Гулливер. Сотрудники последнего о закрытии узнали лишь в 9 вечера и переезжали уже ночью, чтобы к утру освободить помещение. В новое заехали спустя неделю. Как отмечают предприниматели, для них резко выросла арендная плата. Дополнительные расходы возникли из-за простоя. Так, одна из турфирм потеряла больше 20 клиентов. Это минимум 300 тысяч рублей. Убытки в плане потерь клиентов, возможно, и плюс еще затраты на грузчиков. В подобном положении оказались сотни бизнесменов. С охапкой нарушений торговые центры, конечно, работать не могут. Но контролирующие органы должны были решать все эти вопросы раньше и в плановом порядке, считают эксперты. Малому среднему бизнесу, да, действительно приходится нелегко. Место наторговалось то или иное, значит, формировался свой пул клиентов. Части предпринимателям можно было бы посоветовать подождать, если такая возможность есть, сохранив, так скажем, точку своей дислокации. Но позволить себе подождать могут далеко не все и из-за несвоевременных проверок, говорит Юрий Фриц. Многие предприниматели могут потерять единственный бизнес. Кстати, в ожидании закрытия торговый центр Первомайский. По нему окончательное решение суд вынесет завтра. Валентина Скирова, Александр Антропов. Наши новости.